Здравствуйте, это программа Город С и я Елена Чернявская. С 1 января 2020 года в Самарской области введен специальный налоговый режим налог на профессиональный доход. Новый спецрежим это особые налоговые условия, возможность самозанятым выйти из теневого сектора и работать официально, при этом не обременяя себя ведением учета доходов и составлением отчетности. Чтобы воспользоваться льготным налоговым режимом и платить налог по ставке от 4 до 6 процентов, достаточно скачать мобильное приложение Мой налог и зарегистрироваться в качестве платильщика налога на профессиональный доход. Посещение инспекции не требуется, приложение само рассчитает сумму налога к оплате, также самозанятым доступен налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, который применяется автоматически, уменьшая сумму налога до полного его использования. Вот более подробно о льготном налоговом режиме, правилах его применения, преимуществах и ограничениях, предусмотренных законом, можно узнать на сайте ФНС России. А вот как зарегистрировать самозанятым в Самарской области, расскажет мой гость студии Глеб Александрович Ружковский, заместитель руководителя ОФНС России по Самарской области. Приветствую вас. Здравствуйте. Ну что же, с 1 января, как я уже сказала, 2020 года в Самарской области введен вот специальный налоговый режим. Скажите, пожалуйста, что это за специальный режим? Кому он подходит? Ну и, собственно, кто такие самозанятые граждане? Этот режим, он рассчитан на тех людей, которые в настоящий момент, соответственно, у нас пребывают в тени и официальных источников дохода нигде не получают. При этом, соответственно, они официально у нас, неофициально, при этом они осуществляют трудовые деятельности, соответственно, доходы получают. Наверное, немножко начну с предыстории, да? То есть мы не первые, у которых этот режим введен. Этот режим, он в пилотном режиме в прошлом году был в четырех субъектах. Соответственно, Москва, Московская область, Калининград и, соответственно, Татарстан. Показал достаточно высокую востребованность и эффективность. Этот режим, он инновационный, он позволяет абсолютно без каких-либо познаний в области налогообложения, бухгалтерского учета легально осуществлять и вести предпринимательскую деятельность и, соответственно, получать легальные доходы и, соответственно, жить и спать спокойно. И получать те меры поддержки и социальные гарантии, которые, соответственно, получают все те, которые работают, все те лица, которые у нас официально трудоустроены, либо работают в легальном поле, то есть индивидуальные предприниматели и юрлицы. Соответственно, в чем еще суть этого режима? В том, что я уже сказал, что он забавляет от необходимости вообще каких-либо познаний в бухгалтерском учете, потому что он построен на полностью дистанционной работе с налоговыми органами. Он заключается в том, что вы просто скачиваете мобильное приложение и нажатием на одну кнопку вы осуществляете ведение своей деятельности. То есть вы получили какой-либо доход, нажали на кнопочку, соответственно, этот доход в мобильном устройстве ваше зафиксировался. По итогам месяца программа сама рассчитывает ту сумму налога, которую необходимо заплатить, сама формирует квитанцию, то есть абсолютно не нужно никаких деклараций сдавать, то есть все, что вам нужно, это либо мобильное устройство, либо компьютер, скачиваете приложение, пользуетесь, знать абсолютно ничего не надо, считать абсолютно ничего не надо, программа все считает за вас. Для кого это в первую очередь подходит? Да, вот кто такие самозанятые? На самом деле, наверное, самая большая сейчас проблема, связанная с применением этого режима, это то, что он в текущем году, соответственно, до сих пор находится в стадии пилота, но уже принято о распространении этого режима на всю территорию Российской Федерации. Соответственно, со следующего года, я так понимаю, что помимо тех нормативных актов, которые есть сейчас по пилотному проекту, будут соответствующие изменения в различные нормативные документы, которые еще на более высокий уровень выведут этот режим. Основная проблема в том, что у нас гражданства в кодексе пока нет такого понятия, как самозанятые. Соответственно, поэтому возникают некоторые проблемы с различными нормативными правовыми актами, которые, соответственно, требуют фиксации этого понятия. Тем не менее, с точки зрения реформы контрольно-надзорной деятельности, это, наверное, то, к чему мы стремимся. Это полностью бесконтактный режим. И самое важное, о чем хотелось бы сказать, что этот режим, в первую очередь, добровольный. Потому что, если человек не хочет показывать свой доход, да, мы делаем все то, чтобы он это сделать захотел, мы показываем ему те преимущества, которые он получает с использованием этого режима. Если говорить по статистике и по тем данным, которые у нас есть на текущий момент, то, соответственно, наибольшее количество людей, которые используют этот режим, они получают различные преференции. Например, партнеры приложения. Соответственно, партнерами данного приложения, там, если вы его скачаете, вы увидите, там очень их много. Это абсолютно различные платформы электронные разных сфер, то есть это, там, различные сервисы доставки еды, это сервисы заказов такси, там достаточное уже количество банков, которые являются партнерами этого приложения. То есть если банки, это самое, наверное, то, что на поверхности лежит, это легальный доступ к нормальным кредитным ресурсам. То есть если вы без официального источника дохода, сейчас придете в банк, вам в кредите откажут. Здесь у вас есть возможность прийти в банк, причем я знаю, что у нас уже ряд банков, в том числе, там, Сбербанк, МСП-банк, они разработали специальные кредитные программы с пониженными ставками ими для самозанятых граждан. То есть вы с помощью мобильного приложения подтверждаете свой доход, имеете возможность получить кредит по нормальным ставкам, то есть я не говорю о различных микрофинансовых организациях с безумными ставками, а вы имеете возможность, как любой официально трудоустроенный человек, получить доступ к кредитным ресурсам, там, потребительские кредиты, ипотечные кредиты и так далее. То есть востребовано, в принципе, для, наверное, для всех, потому что, ну, кредитные ресурсы в реалиях, наверное, современной экономики, они являются достаточно востребованным ресурсом. То есть, причем, абсолютно для разных категорий, тоже очень перспективный такой и инновационный режим очень подходит для студентов, которые где-то подрабатывают. Потому что, понятно, что там доходы не очень большие, да, там, а какие-то материальные блага хочется себе приобрести, да, что не зависит от родителей. Вот регистрация в качестве замозанятого может позволить взять, соответственно, кредит и приобрести там либо какую-то технику, электронику и так далее. Но вот все-таки, какими видами деятельности, давайте вот об этом поговорим поподробнее, может заниматься сам занятый гражданин, чтобы вот стать платильщиком налога на профессиональный доход? На самом деле, прелесть режима в том, что там, по большому счету, ограничений вид к деятельности либо какого-то перечня кодов, их абсолютно нет. Там есть два существенных ограничения. Это отсутствие наемных работников. То есть ты должен работать сам, поэтому и называют самозанятый. То есть ты сам работаешь, сам получаешь доход. Это первое важное ограничение. Следующее важное ограничение – ты не должен заниматься перепродажей товаров. Поясню. Соответственно, пошел ты купил мешок картошки. Эту картошку в том же виде, в котором купил, ты ее продал. Соответственно, ты режим НПД применять не можешь, то есть это режим не для тех лиц, которые занимаются перепродажей. Там есть дополнительные ограничения, да, там посредническая деятельность, там различного рода лицензируемая деятельность. Но это, понятно, ограничения связаны именно со спецификой этой деятельности. Но основное – это нельзя заниматься перепродажей. Причем, если ты купил картошку, да, и из этой картошки, там, не знаю, испек какой-нибудь пирог, да, с картошкой, то, соответственно, НПД это применять можешь. То есть, если ты покупаешь что-то, изготавливаешь что-то новое, там, или такой вот самый пример, да, наверное, понятный, яркий, фруктовые корзины делают. Вот если ты покупаешь фрукты и делаешь фруктовую корзину, ты НПД применять можешь, потому что ты производишь новый товар. Но если ты просто покупаешь и продаешь фрукты, ты НПД, соответственно, применять не можешь. А вот я хочу такой пример вам задать. Есть гражданин, если в свободное время где-то подрабатывает. Вот обязан ли он регистрироваться как самозанятый? Ну, к примеру, учитель, который в свободное время подрабатывает репетитором. Обязан – не то слово. У него есть возможность зарегистрироваться, и, соответственно, он может зарегистрироваться в качестве самозанятого, потому что режим предусматривает возможность совмещения, соответственно, с основной работой. Он, в принципе, для этого и сделан. Потому что если ты подрабатываешь, ты можешь еще увеличить свой, ну, показать более официальный доход, соответственно, там больше кредит получить, ипотечный и так далее. Да, это возможно, если ты подрабатываешь таксистом, репетитором, там, абсолютно все, что хочешь. Там, маникюр, там, тортики печешь. Да, ты регистрируешь с качеством самозанятого, и, соответственно, официально декларируешь, и отражаешь свой доход, и, соответственно, выходишь в легальное поле. А, знаете, ситуация, на самом деле, конечно, безумно неприятная с распространением коронавирусной инфекции. И она показала, наверное, то, что у нас те категории лиц, которые находятся в легальном поле, у них социальной защиты, да, социальных гарантий и возможностей намного больше. Вот на примере самозанятых, наверное, это очень ярко видно. То есть у нас режим с прошлого года, все знают о мерах поддержки, да, то есть самозанятых эти меры поддержки, они также не обошли. Начнем с того, что по тем четырем субъектам, которые в прошлом году работали в этом специальном налоговом режиме, принято решение о возврате уплаченной суммы налога. То есть люди, те деньги, которые они в прошлом году заплатили в виде налога на профессиональный доход, они эти деньги имели возможность и имеют возможность, соответственно, получить обратно. Плюс к этому, тем лицам, которые зарегистрировались в качестве самозанятого в текущем 2020 году, выделен дополнительный налоговый бонус в размере МРО 12 130 рублей. То есть эта сумма, она зачисляется на счет самозанятого. И, соответственно, в пределах этой суммы вы, соответственно, налог на профессиональный доход платить не будете в этом году вообще. Это важно понимать, что эта сумма, она рассчитана до конца года. То есть если вы ее полностью не расходуете, она, к сожалению, на Новый год не переносит, она сгорает. Но, тем не менее, все, кто у нас зарегистрируется в текущем году, они практически налог уплачивать не будут за этот год вообще. Потому что 12 130, да, это 4% от общей суммы дохода. То есть 10% это 1,2 млн, то есть это более 2 млн рублей. То есть практически предельная величина возможного дохода тоже не сказал. Есть ограничения в сумме полученного дохода, там 2 млн 400 в год, то есть достаточно большая сумма. То есть, как правило, 99% тех людей, которые работают сами на себя, они в эту сумму дохода укладываются. Соответственно, те, кто зарегистрируется в этом году, еще раз повторю, они налог практически не платят, потому что государство предоставило специальный бонус, который сразу зачисляется на счет. И, соответственно, все, надеюсь, увидели и видят, что быть в правовом поле гораздо более выгодно в тяжелой ситуации, чем быть за его рамками. Поэтому я всем настоятельно рекомендую, тем лицам. А у нас их, на самом деле, очень много. Их не только у нас, их, в принципе, в стране достаточно много. Мы вот Выборку смотрели и с различными министерствами общались, и примерно цифры плюс-минус, они там расходятся в зависимости от года, от периода. Но трудоспособному населению без официальных источников дохода порядка 300 тысяч человек на территории Самарской области. Ну, а я хочу сказать, что вот этот пилотный проект, который был опробирован, вы сказали, в каких регионах, и люди воспользовались им, но это, наверное, означает, что действительно эта поддержка существует. И выгоднее работать в правовом поле, как Вы совершенно верно заметили, чем просто предоставлять услуги и быть непонятным кем с неопределенным статусом, правильно? Ну, конечно, и тем более я говорю, что там партнерство, да, и те партнеры, которые присоединяются к этой программе, они постоянно расширяются. То есть, ну, ты просто, во-первых, получаешь в легальном поле более широкие возможности и больший доступ к рынкам. То есть, рано или поздно, да, я не исключаю такой возможности, что мы придем к тому, что вот на этих сервисах, да, там, связанных с доставкой, да, где сейчас там публикуются различные объявления там по выполнению там различных ремонтных работ тоже, кстати, очень большой сектор, да, ремонтные работы. Строители, они тоже имеют возможность зарегистрироваться и официально, легально выполнять вам ремонтные работы. Причем важно понимать, да, что это плюс не только для них, это плюс для тех лиц, которые их привлекают. То есть, если к тебе просто пришел физическое лицо, да, выполнил себе ремонт квартиры, а квартиру ты купил только что, она у тебя в новом доме, и ты решил ее продать. То есть, понятно, что квартира с ремонтом и без стоят разных денег, то есть ты купил за три, за два сделал ремонт, решил, вот ситуация сложилась, за пять продать. То есть, по идее, ты вышел в ноль, да, ничего не заработал, и продаешь за пять. Но, если ты нанял просто физическое лицо, тебе будет крайне проблематично для налогового органа подтвердить свои расходы. То есть, у тебя не будет расходных документов, и, соответственно, ты с двух миллионов с разницей, потому что у тебя нет нормальных расходных документов, ты заплатишь 13%. А привлекая самозанятого гражданина, у тебя есть соответствующие от него электронные чеки, у тебя есть его статус самозанятого, что он официально зарегистрирован, ты его нанимаешь, и, соответственно, спокойно потом приносишь в налоговую инспекцию документы эти, мы их, соответственно, принимаем. Это касается не только ремонта, это касается, в принципе, всего. Всех сфер, конечно. Оказания услуг юридическим лицам. Потом они, наверное, будут находиться в больших преференциях, если они оформлены, да, вот так вот правильно документально, как мы говорим, даже перед заказчиками будет преимущество выбрать именно этого гражданина самозанятого. Ну, конечно, это любое юридическое лицо крайне неохотно с физическими лицами заключает договора, там, различные обязанности, там, поддержание НДФЛ, налоговыми агентами. К тебе может прийти трудовая инспекция, посчитать, что он с тобой в трудовых отношениях стоит. А тут ты с субъектом, с отдельным, с, соответственно, самозанятым лицом, с плательщиком НПД заключаешь договор, и, соответственно, в рамках этого договора спокойненько с ним работаешь, никаких претензий со стороны других контролирующих органов к тебе нет, потому что у тебя с отдельным хозяйствующим субъектом заключен договор. Единственное, важно понимать, там, опять-таки, есть ограничения, ограничения в этом законе о налоге и профессиональном доходе, они направлены на пресечение мошенничественных схем. Я сейчас объясню, что у меня заключается. Дело в том, что на этом режиме, в чем его еще самое главное преимущество, соответственно, ты не должен платить НДФЛ, и, соответственно, добровольная уплата взносов на обязательное пенсионное страхование. То есть это добровольно, ты не обязан это платить, ты можешь не платить. Соответственно, в чем заключается схема, да, работников увольняют, заключают договора с ним как с самозанятыми, и перестают платить зарплатные налоги. Вот так делать нельзя, и в законе есть специальное ограничение, что ты не можешь заключить самозанятым новый договор, если он у тебя был работником в течение двух лет. То есть специальная вот эта рамочка есть. То есть, ну, если ты просто со стороны там нашел какой-то грамотный специалист, который тебе там услуга какую-то оказывает, да, раз в месяц, пожалуйста, заключайте договора, принимайте эту сумму в расходы со стороны нашей. При проверке юридического лица проблем не будет абсолютно никаких. Глеб Александрович, я предлагаю сейчас прервать ненадолго наш разговор и посмотреть небольшое видео, которое, я думаю, что подтвердит вот наш разговор. Почему все-таки нужно обязательно регистрироваться с самозанятыми? Давайте посмотрим. Работать в приложении «Мой налог» очень просто. Если вы получили деньги от клиента наличными, на карту или расчетный счет, сформируйте чек на это поступление через приложение. Именно эта сумма из чека будет учтена при расчете налога. Зайдите в приложение и нажмите кнопку «Новая продажа». Укажите, какую услугу вы оказали или что продали и сколько получили денег. Приложение сформирует чек. Передайте его клиенту. Можете распечатать, отправить на мобильный телефон, на электронной почте или предоставить QR-код для считывания через телефон. Если вы ошиблись или решили вернуть деньги клиенту, отмените операцию через приложение. Считать налог вам не придется. Он определяется автоматически. При этом будут учитываться только те суммы, которые вы указали в чеках. В следующем месяце, до 12-го числа, вы получите уведомление с суммой налога, который начислен за текущий месяц. Если продаж не было, то и налога не будет. Вы просто ничего не заплатите. Если налог начислен, его нужно заплатить не позднее 25-го числа. Например, сумму налога за январь вам рассчитывают до 12-го февраля. А заплатить ее вы должны не позднее 25-го февраля. Оплатить налог можно тут же в мобильном приложении или в банке по платежной квитанции с QR-кодом. В приложении вы можете следить за своими доходами, найти любой чек и проверять начисленные налоги. Эту информацию вы также сможете найти и в вашем личном кабинете самозанятого на сайте налог.ру. Зарегистрировать свою деятельность и платить налоги стало очень просто. Пользуйтесь приложением «Мой налог». Он заменит вам кассу, бухгалтера и все отчеты. Липа Александрович, расскажите, пожалуйста, какая установлена ставка при применении этого данного специального налогового режима? Там предусмотрены достаточно низкие и либеральные ставки, чтобы понимали, да, официально трудоустроенный человек, он платит с дохода, с него, точнее, удерживает работодатель 13%. Здесь установлена ставка при работе с физическими лицами, при оказании услуг физическим лицам 4%, при работе с юридическими лицами 6%. То есть вы платите 6% с дохода при работе с юридическими лицами и все, больше не платите вообще ничего. Соответственно, я уже сказал, что от уплаты страхового взносов НДФЛВ освобождены, то есть на этом режиме вы платите 6% и больше не платите абсолютно ничего. То есть таких низких ставок, мне кажется, практически нигде в мире нет. А в таком случае где гарантия, что завтра эта ставка по налогу не изменится? На самом деле в законе предусмотрен пункт, что в течение 10 лет с момента введения эксперимента эта ставка меняться не будет. Я скажу больше, что тоже говорят, да, сейчас один закон, потом примут другой, что-то поменяют. Смысла этого делать нет. Там весь смысл этого режима, чтобы человеку было интересно декларировать и показывать свой доход. Если начать какие-то жесткие ограниченные меры или проверки проводить, это просто не будет работать. Потому что никто никогда в жизни не проконтролирует, то есть нажали вы на кнопочку или нет. Это должно быть интересно вам и это должно быть интересно вашему клиенту. Вот тогда это начнет работать. Соответственно, поэтому все наши шаги на текущий момент будут направлены, направляются именно на донесение до людей, что это выгодно и удобно. И донесение до клиентов, что с целью защиты своих каких-то интересов, да, с целью гарантии на выполненные тобой работы услуги, тебе нужно, чтобы тебе человек делал с каким-то официальным статусом. Потому что в противном случае, не дай бог, что-то случилось, да, не дай бог, там тебе сделали некачественный маникюр, да, у тебя что-то случилось с ногтями там. Или там, не дай бог, со здоровьем. У тебя не будет возможности в судебном порядке никакой претензии предъявить, потому что у тебя нет ни одного подтверждающего документа, кто и за сколько тебе эту услугу оказывал. А здесь без приобретения, тоже важный момент, очень не нужна никакая контрольно-кассовая техника. Мобильное устройство, оно выполняет функцию контрольно-кассовой техники. То есть нажатием на кнопки оно формирует чек. Вашему клиенту есть возможность передать его просто через мобильное устройство, поднесением, да, сканированием QR-кода. Есть возможность отправить смс-сообщение, есть возможность отправить электронную почту. Вот вы как раз опередили мой следующий вопрос. Контрольно-кассовой техники не нужно. Контрольно-кассовой техники не нужно. Я здесь очень важный момент хочу отметить, потому что вопросы эти задают. Этот режим, он не только для физических лиц. Этот режим могут принимать и индивидуальные предприниматели без наемных работников. Соответственно, если у нас плательщик НПД является индивидуальным предпринимателем, то при работе с юридическими лицами, юридическим лицам не нужно применять контрольно-кассовую технику. Соответственно, если у нас самозанятый, то если юридическое лицо с ним работает, либо операция с самозанятым, в соответствующей действующей редакции закона, она со стороны юридического лица требует пробития контрольно-кассового чека. Соответственно, есть очень простой способ. Любой самозанятый гражданин, он регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, никаких дополнительных обязанностей у него в связи с этим не возникает. То есть этот режим позволяет находиться в статусе ИП, пользоваться мобильным устройством и абсолютно больше ничего не платить. Каким образом можно зарегистрироваться в качестве плательщика налогу вот на этот профессиональный доход? Три простых способы. Первый способ, самый простой, мобильное устройство, скачиваем приложение, которое называется «Мой налог». То есть даже в налоговый тень не нужно? Никуда не нужно ходить, абсолютно. Все, что нужно, это нужен паспорт и мобильное устройство с камерой, соответственно. И с доступом, конечно, в сеть интернет. Соответственно, скачивается мобильное приложение, проходит регистрацию. Регистрация занимает три минуты, понятийное, понятное, там сканируется паспорт, сканируется с помощью камеры ваше лицо, сверяется фотография лица и с паспортом автоматически. Все, три минуты вы зарегистрированы в качестве самозанятого гражданина. Чтобы не боялись люди, да, там снятие с учета, оно также легко проходит нажатием кнопки, как и постановка на учет. То есть если вы встали, поняли, не хочу, ничем заниматься не буду, нажали на кнопочку, снялись абсолютно, проблем никаких нет. А нужно подтверждать там какой-то свой доход? Абсолютно ничего не нужно там подтверждать. Вы скачиваете приложение, регистрируетесь за три минуты. При получении денежных средств за какую-либо услугу вы нажимаете на кнопочку, вводите сумму и все. По итогам месяца до 25 числа следующего, ну, за отчетным месяцем формируется, соответственно, сумма, которую необходимо заплатить, формируется квитанция на уплату, вы ее спокойненько платите. То есть до какого срока нужно уплатить налог на профессиональную деятельность? До 25 числа, месяц следующего за отчетным. Ну вот все-таки, чем же еще выгодно применение этого налогового режима для самозанятых? Ну, про выгоды, в принципе, я, наверное, уже достаточно много сказал. Ну, может быть, еще что-то упустили, нет? Я вот мысль хочу донести, да, к чему все идет. Про площадки, про электронные, я про них, в принципе, много говорил, да. У нас, ну, на самом деле сейчас все так работает, да, что вот эта вот сфера, которая связана с электронными площадками, различные там агрегаторы, там, где формируются объявления, там, рекламой не хочу заниматься, их достаточно много, все понимают, о чем я говорю. Рано или поздно, что все понимали, мы придем к тому, что без официальной регистрации на, соответственно, в качестве субъекта предпринимательской деятельности, возможно, будет крайне затруднительно работать с этими агрегаторами, потому что даже на текущий момент при регистрации, да, в качестве самозанятого на ряде платформ, там, ваше объявление находится выше, там, оно выделяется светом, то есть есть достаточно много преимуществ. Но рано или поздно можем прийти к тому, что просто у нас физическое лицо, которое находится в тени, в теневом секторе экономики, оно не сможет получить доступ к этим площадкам. А в современных реалиях получается, что эти площадки, они, наверное, 90% играют в наборе клиентской соответствующей базы. Поэтому воспользуйтесь моментом, возможно, такого больше не будет, что вы в текущем году вообще платить ничего не будете при регистрации. Хуже от этого вам точно не будет, минусов практически нет никаких. Если вы не работаете, вы ничего не платите. То есть все зависит от вас. Если вы хотите показывать доход, вы нажимаете на кнопку и его показываете. Если вы не хотите, соответственно, работать там, или не хотите нажимать, но вы на кнопку не нажимаете, ну, соответственно, ответственность, да, может что-то какая-то к вам быть применена, но только в том случае, если ваш клиент, да, там, напишет какую-то жалобу, что вы ему не выдали соответствующий чек. Но, соответственно, моя рекомендация, чтобы не было вот этих вот проблем, да, спокойненько нажимаете на кнопочку, платите 4% при работе с физическими лицами, и абсолютно ни у какого органа, там, ни связанных, ни у правоохранительных органов, ни у налоговых вопросов к вам не будет, потому что вы в легальном поле. То есть правильно ли я поняла вашу мысль, что человек самозанятый, зарегистрированный вот на данном портале услуг больше приобретет, чем потеряет? Ну, конечно, в первую очередь услышьте это добровольно. Я пытаюсь объяснить, что это удобно, выгодно, и, ну, на самом деле, это надо. Просто вдумайтесь, да, я цифру озвучил, 300 тысяч человек. У нас общая численность области порядка, по-моему, там... До трех миллионов, да. Трех миллионов, то есть это, ну, 10%. И это, я говорю, общая численность области, там, дети, пенсионеры и так далее. Это очень большая часть трудоспособного населения. И потом у нас возникает вопрос, да, почему там у нас недостаточно хорошие ремонты в больницах. Потому что медицинское, соответственно, обеспечение, да, оно доступно всем. У нас так, законы такие прописаны. А получается, оплатят за это медицинское обеспечение далеко не все. И вы вдумайтесь, если вы хотите, чтобы у нас все было хорошо, чтобы у нас медицина развивалась, чтобы у нас в больницах не было очередей, было достойное оборудование, а у нас получается, что у нас там очень значительная часть людей в принципе за это ничего не платят. И получается, что вот те деньги, которые те люди, которые платят, они распыляются на всю систему. Подумайте, что это будущее вас, будущее ваших детей, что эти деньги, они никуда налево не уходят. Важный момент, да, про распределение денег. Во-первых, эти деньги, они остаются в региональном бюджете. Это региональный бюджет, который тратится, опять-таки... Наполнение на региональном самовском. Это региональный бюджет. И часть денег, поступающих от налога на профессиональный доход, она идет в фонд обязательного медицинского страхования. То есть это медицина и это развитие нашей с вами области. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Сделая сегодня что-то, пускай незначительное, вы делаете вклад больше, делаете жизнь лучше для себя. Всего хорошего. До свидания.